21 октября 1999 года в подмосковном городе Жуковский на аэродроме Летно-исследовательского института произошло запланированное событие. Огромный летательный аппарат, в котором искушенный зритель сразу узнает советский космический челнок Буран, увозили с территории аэродрома. На самом деле это не тот Буран, который побывал в космосе. Это его самолет-аналог. Точная копия, сделанная специально для летных испытаний. Но это не меняло символичности события. Буран простоял на аэродроме более 10 лет. Дальнейшая его судьба определилась в духе времени. На нем решили заработать и в качестве аттракциона отправили в Австралию на Олимпиаду. Буран, последний грандиозный проект социалистической сферы державы, навсегда покидал Россию. Какая горькая ирония. Олимпиада, торжественное и радостное событие всей планеты, совпало с бесславным концом Великой космической эпохи. Сегодня выросло целое поколение, которое знает слово «шаттл» только в связи с американским орбитальным кораблем. Но нам тоже есть чем гордиться. Пришло время рассказать историю русского шаттла. 12 апреля 1981 года. Флорида. Мыс Канаверал. На старте многоразовая космическая система «Спейс Шаттл». Корабль называется «Колумбия». Астронавты Джон Янг и Роберт Криппен открыли новую эпоху в космонавтике. Эпоху космических самолетов. На тот момент американцы уже почти шесть лет не летали в космос. Поэтому вся страна следила за полетом. Радость побед и горечь утрат часто стоят рядом. Все помнят трагическую гибель Колумбии 1 февраля 2003 года. Но не все помнят, что первый раз она стартовала именно 12 апреля. В день космонавтики. Советской космонавтики. Они испортили мой день рождения, когда 12 апреля 1981 года запустили. Волк Игорь Петрович. Выполнил 12 полетов на аналоге «Бурана». Герой Советского Союза. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Летчик-космонавт СССР. В июле 1984 года совершил полет в космос. Могли бы и в другой день запустить, потому что как в пику вроде бы. Я не знаю, сознательно они ли 12 апреля это сделали. Это надо у них спросить. Но именно в годочину полета Гагарина сделать первый запуск на разовой космической системе. Ну, это пусть додумывает каждый. Вы можете себе представить, какова была реакция нашего Совета Министров и Центрального Комитета. Многие убеждены были, что в принципе такую систему в то время было создать невозможно. И поэтому только вот считайте, в 1981 год был такой мощный толчок непосредственно к этой проблеме. Что такое космос вот в военно-политическом аспекте? Это, по сути дела, контроль всей единой поверхности. Это возможность нанесения ударов из космоса, которые нельзя ничем парировать. Филин Вячеслав Михайлович, заместитель генерального конструктора НПВ «Энергия» по ракетоносителям, доктор технических наук. Помните, конец 70-х годов, это практически колодная война. Это практически противостояние двух сверхдержав. Это Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. И когда, так сказать, вот все методы наземные были испробованы, уже они все были проверены, то война посекундочку стала превращаться, перемещаться в космическое пространство. Естественно, стал лозунг. Кто владеет космосом, тот владеет и миром. На старте космической гонки мы вырвались вперед. Первый советский спутник, первый человек на орбите. Нас убеждали, что это мирное освоение космоса. Но это было не так. Гагарин полетел на баллистической ракете, к которой вместо ядерной боеголовки приспособили капсулу с космонавтом. Однако у ракет имелся существенный недостаток. Использовать их можно было только один раз. Эта одноразовость наводила на мысль о космическом самолете, который, выполнив поставленную задачу, вернется на Землю и сядет на аэродром. Май 65-го года. Париж. Аэродром Лебурже. На очередной авиационно-космической выставке Советский Союз, помимо новых самолетов и вертолетов, продемонстрировал свои космические достижения. Стенд с гагаринским кораблем «Восток» пользовался большим успехом. Французы, немцы и англичане в космос не летали, но хотели участвовать в космической гонке. Известные авиационные фирмы представили модели многоразовых космических аппаратов. Проекты были похожи друг на друга. Такие аппараты планировалось запускать со специального гиперзвукового самолета-разгонщика. Забегая вперед, скажем, что таких самолетов до сих пор не существует. Американцы тоже занимались этой темой. Они разработали свой проект космического челнока и даже сделали его аналог для испытаний. Разработки многоразовой авиакосмической системы велись в 60-е годы и у нас, но, как всегда, были засекречены. Проектом занимались в КБ Микояна. Он назывался «Спираль». Темой руководил главный конструктор Лазина Лазинский. «Спираль» можно считать первым русским шаттлом. «Спираль» он назывался, поскольку спуск у него был по «Спирали». Силаев Иван Степанович, министр авиационной промышленности 1981-1985 годы. Герой социалистического труда. Председатель Совета Министров РСФСР 1990-1991 годы. «Спираль» это был истребитель. И его главная задача, и единственная задача была, это выходить на орбиты, по которым летали спутники и другие аппараты американские, их уничтожать и, соответственно, садиться на Землю. В августе 1973 года Леонид Ильич Брежнев лично присутствовал во время осмотра новой техники. Его всегда интересовали перспективы развития авиации и космонавтики. Прежде чем принять решение по проекту «Спираль», нужна была авторитетная оценка. В вопросах обороны и вооружения Брежнев всецело полагался на секретаря ЦК ГБСС Устинова и министра авиапромышленности Дементьева, назначенных на свои должности еще Сталиным, а также на своего министра обороны Андрея Антоновича Гречко. Вот эта четверка на испытательном аэродроме. Маршал Гречко считал авиацию основой обороны страны, но в детали проекта космического самолета вникать не стал. В духе большого начальника того времени он наложил на проект «Спираль» резолюцию следующего содержания. Фантастикой мы заниматься не будем. И вообще говоря, это до сих пор как-то удивляет, как мог как министр обороны поступить. Микоян Степан Анастасович, заместитель главного конструктора НПО «Молния» полетным испытанием «Бурана». Генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. Дело в том, что это не просто так ему дали документы на подпись. Они прошли все инстанции. Были подписаны четырьмя, по-моему, министрами оборонных отраслей промышленности. Тремя главкомами. И начальник генерального штаба Захаров подписал. С этими всеми подписями ему пришли эти бумаги. А он на них написал. «Никояну надо делать самолеты. Нечего заниматься фантастикой». Ну, я вот не понимаю. Ну, хотя бы пригласил тех, кто подписал. И обсудили бы это вместе. Нет, он просто подписал и отправил. И все же работы по спирали продолжались. В 1976 году, уже после смерти маршала Гречко, для летных испытаний в атмосфере был сделан самолет-аналог. Неказистый с виду аппарат с задранным носом, аэродромная братья сходу окрестила Лаптем. Ее называли изделие 105, как он у меня в летной книжке записан. Ее называли Лапоть. По своей очень необычной форме. Отлично.